Глава Карелии в соцсетях рассказал о том, как в нашем регионе пройдут нерабочие дни. Локдауна в республике не будет, однако в распоряжении о борьбе с коронавирусом вынесены важные изменения. В период с 30 октября по 7 ноября школьники, студенты, колледжи и техникумов уходят на осенние каникулы. Проведение пришкольных и профильных детских лагерей на этот период отменяется. Дистанционный формат обучения рекомендован и высшим учебным заведением. С 1 по 3 ноября в детских садах республики будут работать дежурные группы. Организации дополнительного образования могут продолжить работу в привычном формате, за исключением районов с неблагоприятной эпидобстановкой, где с сегодняшнего дня по 29 октября организовано дистанционное обучение. В ряде районов, где наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, учреждения спортивной подготовки дополнительного образования будут обучаться, где это возможно, в рамках дистанционных технологий. Это вот одну неделю до общих нерабочих дней. Дальше пока никаких решений о том, чтобы изменить формат, нет. В принципе, планируем после нерабочих дней работать в традиционном формате. Проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий разрешено при предъявлении одного из трех документов, QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, отрицателем АПЦР-тестом. До 15 ноября отменены массовые мероприятия в Медвежегорском, Кондопорском, Суаярском, Сигерском районах и в Костомукше. Артур Парфенчиков просит взрослых жителей Карелии, еще не прошедших вакцинацию, сделать прививку. За последние сутки в Карелии коронавирусом заболел еще 321 человек. Медики подтвердили пять смертельных исходов. Субтитры создавал DimaTorzok